Все лесные пожары потушили, однако опасность сохраняется. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. За его нарушения жителям грозит штраф до 5000 рублей. Амрам МНД, здравствуйте. Это новости на телеканале Оригус. В студии работает Лариса Иренцеева и сегодня в выпуске. Маршрутчики через одного, но все же научились пользоваться указателями поворота. Рубрика «Автахам» с Артемием Ушаковым. Вирусная активность. Почему переполнена инфекционная больница, разбиралась Евгения Геранина. Зерно сортовое, жатва вдвое. Как выбрать семена и не остаться без урожая, расскажет Светлана Семеренко. Теперь обо всем более подробно и начнем с главного. Электроэнергия в Бурятии подешевеет. Уже в июле тариф будет снижен на 12 копеек и составит 2 рубля 75 копеек за киловатт-час. Правда, оказалось, прежде правительство рассчитывало увеличить тариф по причине инфляции. Со второго полугодия тариф должен был вырасти до 2 рублей 96 копеек. Но во время встречи в Рио главы Бурятии с представителями Россети и Федеральной антимонопольной службы удалось договориться о снижении. По существующему порядку РСТ до 28 апреля на своей коллегии установят новый тариф в 2 рубля 75 копеек. Напомню, это не первое удешевление электроэнергии для Бурятии. В августе прошлого года ФАС России понизила тариф для населения на 6%. В феврале 2017-го, после того, как республика вошла в зону свободного перетока Сибирь, тарифы снизились и для предприятий малого и среднего бизнеса. Другим темам. Бурятия, вновь в числе самых пьющих регионов страны, опубликован новый национальный рейтинг трезвости. Республика заняла 79 место из всех субъектов России. А еще два года назад было 55 место. Получается, пить стали больше? По официальным данным нет. За последние 6 лет показатель потребления алкоголя на душу населения снизился почти в 2 раза. Настолько же уменьшилась и смертность от отравлений. Та же ситуация и с алкогольными психозами. Почти в 2 раза упали розничные продажи спиртного с 20 до 10 миллионов литров в год. Именно эти данные учитываются в национальном рейтинге трезвости. Выходит, ситуация улучшается и по всей стране. Просто мы отстаем. Отстаем сильно. И вот по другому показателю. Каждое третье преступление в Бурятии совершается в пьяном угаре. Так только с начала года по вине нетрезвых водителей погибло 3 человека. Получили травмы в 10 раз больше. Ежедневно с перегаром за рулем задерживают до 30 человек. И вот в каком виде. Я не буду вас сейчас упрашивать 10 раз. Отказываете ли вы? Согласны, брате? Я сказал же тебе русским языком. Ты не хочешь, а ты мне говоришь, что я дышал, что ли? Что-то ко мне. Говори, станьте мне вопросы. Задавай всякие беспондувые. Где тебя найти-то? Ну что, угрожаете, что ли, понятым? Я же на тебя заявление напишу. Напишите, ради бога, ваши права. Поедете или не поедете? Поедем. Пишите слово согласно, что вы ехали. Только с мамой. С мамой. Мама, мама со мной рядом сядет, поедем. Ну поедем с мамой. Давай. Да. Сначала здесь двигалочка. Нет, маму зови. И в продолжении дорожной темы. 10 аварий с участием пассажирского транспорта произошло в Улан-Удэ с начала года. Почти в каждом ДТП люди получили ранения и увечья. Госавтоинспекция готовится к операции «Автобус». На что обратят внимание маршрутчиков в нашей рубрике «Автохам». Я по главной шел. То есть все равно. Кадры аварии с перекрестка улиц Каландышвили и Свободы. Маршрутка высадила пассажиров незадолго до столкновения. Степень вины водителей устанавливает ГИБДД. Как отмечают в ведомстве, аварии без пострадавших учету не подлежат. Но автобусы в городе бьются через день. К примеру, на этой неделе таких аварий произошло три. Две из них на улице Ключевская. 30 марта на улице Ключевская в районе кругового движения ДТП произошло с участием «Фиат Дуката» и «Шевроле Авео». Позднее 1 апреля на улице Ключевская в районе с пересечением улицы Дарханской также произошло происшествие с участием микроавтобуса. Там в «Хюндай Каунти» совершил столкновение с двумя машинами. Все аварии на этой неделе обошлись без пострадавших. По счастливой случайности, если учесть образ дорожной мысли маршрутчиков. Указатели поворота включаются, как положено, только у одного из двух автомобилей. А вот водитель второго маршрута не знает, с какой полосы выполнять поворот налево. Его коллега с маршрута 97 выезжает за стоп-линию и останавливается на пешеходном переходе. 218 маршрутчиков за аналогичные нарушения в этом году уже получили штрафы. А безопасность пассажирских перевозок снова тщательно проверит ГИБДД. В Лонде проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». С 10 по 16 апреля проверят техническое состояние автобусов, а также регулярность прохождения предрейсового медосмотра. У вас также есть возможность присоединиться к рейду ГИБДД. В нашем паблике ВКонтакте вы можете назвать номер маршрута, водители которого чаще других пренебрегают правилами дорожного движения. А найдете автохама на улице, снимите его на видеорегистратор и отправляйте к нам в редакцию на почтовый ящик. Мы сделаем дороги безопаснее. Артемий Шаков, Батархалматов, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». Продолжаем. Власть и мы. Новая рубрика в программе «Восточный экспресс». Ее автор Алексей Фишев. В первом выпуске речь пойдет о влиятельных кланах Бурятии. Кто они, серые кардиналы местной власти? Кто не знает, что в Бурятии существуют кланы? Ну, только ленивые. Это обсуждают на кухне, в курилках, в соцсетях и так далее. И каждый из нас знает, что у клана есть свои ресурсы. Политические, административные, финансовые. И выражены они в конкретных личностях. До недавнего времени вы могли только догадываться, кто же это. И тут тайное стало явным. Откуда? Выдал часть кланов человек, пока еще равноудаленный от них. Алексей Циденов поведал журналистам на встрече о так называемых «ходоках» в первые дни назначения его на пост в Рио главы Бурятии. Итак, внимание, буквально цитирую. Мархаевские, Матхановские, Голковские, Егоровские, Носковские. Наверняка кланов еще больше, но эти озвучены конкретно, что называется, поименно. Персонали вам известны. У каждого из них есть свои рычаги власти, сферы влияния. И каждому из них есть что терять и за что бороться. И вот как это происходит. В результате все друг на друга понарассказывали. И теперь все в одинаковой позиции. Все слегка посыпаны пеплом. Назначение Алексея Циденова стало неприятной неожиданностью для всех без исключения влиятельных кланов. Но впереди выборы. И надо искать поддержки у так называемых элит. Вопрос зачем? Выбираем-то мы с вами? Или мы сами, того не подозревая, входим в один из этих кланов, и они все решают за нас? У каждого из нас есть шанс, возможность наконец показать, кто в Бурятии хозяин. 983 тысячи жителей или же кучку людей, решивших, что они властители отдельно взятого мира. Осталось только понять, а сам Алексей Циденов кем станет для них? Просто киндер-сюрпризом? Или же чертом из табакерки? Восточный экспресс только в начале пути. И вот его следующие остановки. Нет лимитам. Арбитражный суд Бурятии запретил сети магазинов ограничивать стоимость покупок. Все подробности у Сергея Соголова. Восстанавливают крышу, потолки трещат. Как проводят капитальный ремонт домов, увидел дежурный по городу. Коридорная терапия. Одно из главных медучреждений Улан-Удэ переполнено до отказа. В инфекционной больнице опять наплыв пациентов. Евгения Геранина выясняла, почему лечебное учреждение не справляется с потоком и собираются ли чиновники наконец расширять площади старейшей больницы. Шесть коек реанимации и все пять отделений инфекционной больницы забиты до отказа. Затяжная весна и холодная погода – идеальная пора не только для простудных заболеваний, но и для рота и норовирусов. Они любят прохладную среду. Нора и ротовирусы могут сохраняться в течение недели в питьевой воде не менее четырех часов на кожей рук по внешней среде до месяца. Нора и ротовирусные инфекции характеризуются симптомами общей интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Болеют чаще всего дети от полугода до двух лет. У них еще не так хорошо сформирован иммунитет. Довольно часто переносчиками и источником заражения выступают родители. Ежедневно в кишечное отделение инфекционной больницы поступает до 20 человек. Рост заболеваемости в сравнении с прошлым годом – 13%. Но сейчас в больнице 212 пациентов. Койко-мест в палатах на 30 меньше. Поэтому и мамы с младенцами, и мужчины – все в одной куче. Палаты все заняты. И первые, когда поступают, бывает время сразу в палату, но временно получается, что в коридорах происходит заполнение коридорных коек. Проект нового здания больницы обещали разработать еще 6 лет назад и начать строительство в 2012-м. С тех пор планы сдвигались едва ли не каждый год. Больницу пытались включить в федеральную программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Не попали. В прошлом году инфекционка отметила 75-летие. Подарка не случилось. Пока нет даже проекта. Без федеральных денег больницу не построят, а сейчас их выделяют только на строительство детских. Подана заявка Минздрав России. В настоящее время заявка рассматривается. Результаты пока мы не знаем. Но мы надеемся, что мы будем включены в эту программу. И строительство все-таки будет. Земельный участок имеется в сотых кварталах. 9 гектаров уже в собственности. В старой больнице коридор опустил ненадолго. Дезинфекция. Сразу после кровати заполнят новые пациенты. Так будет до мая. Потом короткая передышка и опять под завязку. Здание не только старое, но и приспособленное. Оно не строило специально под инфекционную больницу. И потому сильно отличается от аналогичных в других регионах страны. Где не лежат в коридорах и по 6 человек в одной палате. Естественно, хотелось бы, чтобы боксированная была больница. И больной непосредственно поступает. Сразу один лежал, чтобы не было перекрестных инфекций. Конечно, хотелось бы. Но где-то мы рассчитывали, где-то 250 коек должно быть. Сейчас их 180, 124 детских, 6 в реанимации, остальные взрослые. Из всех отделений лишь в одном имеются два бокса полной индивидуальной изоляции больных. А количество маленьких пациентов с каждым годом только растет. В прошлом году в Бурятии родилось 16 тысяч детей. Евгения Геранина, Батархалматов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Суд встал на сторону покупателей. Сети магазинов «Светофор» отказаны в установке минимальной стоимости покупки. Какие еще ограничения признали незаконными и как выполняется судебное решение, выяснял Сергей Соголов. Светофор ограничил чек покупок до 300 рублей прошлой осенью. Больше всего это ударило по кошелькам пенсионеров. В отчаянии людям приходилось даже объединять покупки. Роспотребнадзор подтвердил факты навязывания приобретения дополнительных товаров. По результатам проверки в отношении юридического лица общественной ответственности торг-сервис 75 было возбуждено административное производство по статье 148, часть 2. И данное юридическое лицо было привлечено к административной ответственности с назначением наказания, где штраф в размере 10 тысяч рублей. Бурятский «Светофор» не согласился с надзорным органом. Ритейлер отказывается платить штраф. Рассмотрев данное заявление, арбитражный суд Республики Бурятия огласил результивную часть решения, а именно общество с ограниченной ответственностью торг-сервис 75 в заявлении отказать. Мы заехали в ближайший филиал и проверили, придерживается ли ритейлер предписания суда. Вывес это объявление об ограничении минимального чека не видно. Скажите, а можно проходить без колясок? Можно. У меня тут меньше 300 рублей, ничего не смертельно? Нет. А вот раньше, по-моему, меньше 300 рублей запрещали там покупки делать. Каких сетокоров было, у нас нет. А сейчас это происходит такое, нет? Нет, по-моему, нет больше нет. Такого нет больше, да? У светофора еще есть время обжаловать вердикт суда. В 20 регионах эта сеть магазинов отказалась от ограничений в чеке. Возможно, после крупных штрафов. В Красноярске ритейлер раскошелился на 100 тысяч рублей. Сергей Согулов, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». Капитальный ремонт пошел не на пользу. Вот уже несколько лет программа восстановления жилья работает в полную силу. По максимуму выкладываются и рабочие. Иногда даже чересчур. Что делать, когда от строителей стены трещат? Слово дежурному по городу. Смотрите, что делают. Смотрите, что делают. Вы что ломаете нам, а? Ремонт крыши по улице Ключевской жильцы ждали уже давно. Но когда он начался, работой строителей оказались довольно не все. Во время ремонта во всех комнатах, где находится электропроводка, посыпался шлак, камни. Люстра начала падать. Пришлось обклеить скотчем вот так по периметру. Но мы теперь боимся, опасаемся, что может возникнуть короткое замыкание. Я поэтому поднялась, вот этот люк был тогда открытый, и строителям крикнула, вы почему ломаете, вы аккуратно будьте, у меня трещины. После первых же возмущений жильцов представители ТСЖ закрыли чердак на замок. Видимо, потому что люди не поднимались, не жаловались и не отвлекали ремонтные бригады. Теперь строители поднимаются на крышу через первый подъезд. Поэтому попробуем попасть туда и мы. Насквозь было крепление, получается, через плиту пробито для люстры. Под перелитом не видно, а мы утепляли. Он же текучий. Было выявлено, что у них электроснабжение квартиры осуществлено неправильно. То есть у них электроснабжение выведено на крышу. Оно должно находиться в перекрытии плиты. А у них выведено на крышу и у них сквозные дыры. Когда к нам данная собственница позвонила, мы пришли, чтобы у нее акт сделать, посмотреть. Нас в квартиру не пустили. Звонила председателю ТСЖ. Она, что вы говорите? Даже не стала со мной разговаривать и оставила телефон. После этого пришел начальник. Он сказал, скажите спасибо строителям, что вот встречины пошли. А то бы вы не увидели, так и завазали. И у вас бы там потом бы все там портилось. Почему строители не проверили, в каком состоянии находятся потолки верхних этажей? И главное, почему так и не приостановили работы до устранения недостатков? И какой будет новая крыша при таком отношении к жильцам? По программе капитального ремонта в 2017 году будет отремонтировано 143 многоквартирных дома. Но удовлетворит ли качество работ всех жильцов? А если у вас есть проблемы, обращайтесь к дежурному по городу. Ольга Арсунукаева, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Отключат, запустят, продолжат. О событиях в сфере городского хозяйства. Далее, коротко. Светофор отключат на три дня в центре города. На перекрестке улиц Смолиной и Куйбышево проведут плановые ремонтные работы. Отключение произойдет с 7, 12 и 13 апреля с 9 утра до 5 часов вечера. Дополнительная электричка отправится со станции Улан-Удэ. Поезд пригородного сообщения будет следовать до Петровского завода по пятницам и воскресеньям в обратном направлении по субботам и понедельникам. Маршрут временный с 1 мая по 30 октября. Строительство нового кладбища продолжат в Улан-Удэ. В этом году на пятом километре спиртзаводской трассы обустроят 30 гектаров территории. Там появится возможность для захоронений после кремации. На эти цели потратят 35 миллионов рублей. Восточный экспресс продолжает движение. И вот что впереди. Как быть здоровым и не падать духом? Секреты позитивного настроения у волонтеров в Бурятии узнала Светлана Северенко. В Улан-Удэ прошел чемпионат республики по мини-футболу среди женских команд. На финальной игре побывал Алексей Трубов. Что посеешь, то и пожнешь. Известная пословица сейчас особенно актуальна. Садоводы и огородники выбирают посевной материал. Риск ошибиться велик. На что стоит обращать внимание, чтобы не остаться без урожая? Советы экспертов выслушала Светлана Семеренко. Вот улитка, это значит подложка под ламинат вот такая. Туда значит вот насыпается немножко слой земли. Или можно просто на туалетную даже бумагу. Светлана Хрусталева знает о растениях почти все. В ее саду более пяти тысяч культур. Но такой зеленый оазис расцветет только если повезло с семенами. Вот я на рынке взяла астру, допустим, семена. Вот она на третий день уже вся взошла. А покупные до сих пор стоят и даже не думают сходить. Поэтому как-то же здесь не угадаешь. И все же специалисты советуют приобретать семена в специализированных магазинах. Тогда у покупателя будет больше гарантий не нарваться на брак. Мы берем семена только у проверенных поставщиков. С некоторыми мы работаем по 5-6 лет. То есть это очень известные фирмы, у которых в своей лаборатории налажено свое производство, которые предоставляют все документы соответствующие. Однако прежде чем отправиться в магазин, лучше заглянуть в госреестр селекционных достижений. В нем указаны сорта, которые прошли проверку качества, а значит безопасны для выращивания. Посмотреть список можно на сайте госсорткомиссии. Но и это еще не все. Пакет с семенами должен быть сделан из плотной бумаги. На упаковке может быть фотография растения, его описание и правила посадки. Из обязательного названия сорта или культуры, имя производителя и его контактные данные, а также номер партии, срок годности и количество семян в упаковке. При покупке семян необходимо истребовать документы, в которых указано на каждую партию семян, указано схожесть и срок действия документа о качестве. Тем временем большинство садовников предпочитает полагаться на свой опыт и знания. По словам покупателей, тут никакие советы не помогут. Уже семена знаешь, какие взять, чтобы они выжили, чтобы было красиво. Морковка была вкусная. Ну и свеклу тоже, и редиску, и все. Нужно знать, что покупать. Сильно советы слушать не надо, нужно все исходить из своего опыта. А то одному это хорошо, а нам другое хорошо. Знает, что лучше для своих подопечных и Светлана Хрусталева. Главное – дарить растениям свою любовь и заботу. В ней, по словам женщины, они нуждаются не меньше, чем люди. Так же, как один любит колбаску, другой любит булочки. То же самое про растения. Один любит одно, другой – другое. Если когда ты знаешь, что ему надо, тогда оно и будет расти. Светлана Сибиренко, Батр Халматов, телекомпания «Оригус». Как бороться с депрессией и пережить стресс? Об этом сегодня рассказали волонтерам Бурятия. Накануне Всемирного дня здоровья добровольцы со всей республики приехали в Улан-Удэ, чтобы обменяться опытом и обучиться азам первой психологической помощи. На слете побывала и наш корреспондент Светлана Сибиренко. А знаете ли вы, что депрессия – одна из самых частых болезней в мире? Хотя бы раз в жизни ее перенес каждый пятый из нас. При этом большинство даже не знает о своем диагнозе. Пытаются бороться лишь с отдельными симптомами, такими как бессонница или усталость. Хотя последствия могут быть куда серьезнее. Депрессия – одна из главных причин самоубийств молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. Депрессия поддается лечению психотерапевтическому, медикаментозному. То есть если знать, куда обратиться, то ее можно быстро вылечить. Главное, конечно, лекарство от депрессии – это общение. И именно общению волонтеры учатся в волонтерских группах, собираясь на слет и так далее. Но как распознать депрессию, отличить от стресса, а главное – вовремя помочь человеку? Ответы на эти вопросы волонтеры получат во время обучения. Его пройдут около 200 добровольцев. Когда мне очень плохо, я беру свою спортивную сумку и иду на тренировку. Я советую так делать абсолютно всем. И девушкам, и женщинам, и бабушкам, и мужчинам, и юношам, и мальчикам. Реально работает? На себе проверим. Мы мотивируем своим примером, потому что многие из наших волонтеров сами занимаются спортом. Это активная жизненная позиция, это общение прежде всего. И вот в своей среде нужно говорить об этом постоянно. В Бурятии более 4 тысяч волонтеров. Они работают сразу по нескольким фронтам. Экология, патриотическое воспитание, помощь неблагополучным семьям. Трудные подростки, кстати, и состоящие на учете, тоже также есть у нас в группе. Также мы их вовлекаем. Из 10 человек, даже 2 человека бросили курить. Для нас это большое, замечательное дело. Дело будущего. Пагубные привычки, по мнению экспертов, могут также сигнализировать о начинающейся депрессии, помочь справиться со стрессом, готовые в психотерапевтическом центре и по круглосуточному телефону доверия. Ну а на слете волонтеры предлагают стряхнуть хандру ритмичной зарядкой. Приобщиться к здоровому образу жизни совсем не сложно. Даже мне на каблуках и в юбке удается сделать несколько простых упражнений и поднять себе настроение. О спорте. В Бряте завершился чемпионат по женскому мини-футболу. За право называться сильнейшей в республике соревновались 5 команд. В финале турнира встретились представительницы БГУ и Технологического университета. Их загонять на спортплощадку не надо. Конкуренция в этом виде растет ежегодно. К трем столичным вузам в этом году присоединилась команда из Селингинского района. Техники нам не хватает, конечно, многих компонентов. У нас не уйдется речь никакой стратегии, да, как говорится. У нас комбинации нет, у нас все-таки футбол такой, ну не хочется говорить, но если уж бей-бей, да. И тем не менее, вот этот азарт, он все-таки захлестывает. На хорошем уровне играет. Поэтому надо сказать им всем спасибо, что они не ходят по улицам, а играют в футбол. Противостояние на футбольном поле между сборнями БГУ и Взгуту продолжается пять лет. Ровно столько, сколько в Улан-Удэ женщины играют в футбол. Технологка предыдущие четыре года становилась победителем чемпионата. Принципиальные соперники в очередной раз показали борьбу характеров. Сборная Бурятского госуниверситета на радость противника в начале игры пропустила мяч в свои ворота. Позже отыгралась. Ближе к окончанию матча счет команды сравняли 2-2. И буквально через минуту БГУ забивает победный гол. В первом чемпионате у нас победа, конечно, тоже. 3-1 вели, 4-3 проиграли в первом чемпионате. Сейчас теперь мы не упустились в победу, конечно, воспользуемся моментами всеми. Сафонова, Кристина. Студентка БГУ Кристина Сафонова признана лучшим игроком турнира. Теперь она и ее команда отправятся на чемпионат Сибири в Новосибирск в рамках всероссийского проекта «Минифутбол ВУЗы». Мы впервые выезжаем. Это будет для нас большим опытом. Я думаю, что эти несколько лет тренировок прошли недаром. Отметим, что и мужская команда БГУ по минифутболу также стала чемпионом республики. И в настоящий момент борется за места в Новосибирске. Женская команда к ним присоединится уже в субботу. Алексей Турбов, телекомпания «Оригус». Как говорил известный персонаж, спокойствие и только спокойствие. Берегите свои и чужие нервы, а мы обещаем держать вас в курсе событий. У меня на этом все. До свидания, БРТ.